Сейчас поеду, потом прочитаю. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пожалуйста, повторите. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Касаясь... Падаю... Стоп... Прямна... В экстазе... Вредитам... Устыдившийся... Свена... Враждебность... Враждебность... Висасарджа... Отбросил... Ха... Конечно... Стоявший рядом с ними царь Индра устыдился своего поступка и пал ниц перед царем Притху, чтобы коснуться его лотосных стоп. Но Притху Махараджа, забыв о своем враждебном отношении к Индре, который украл у него жертвенного коня, с радостью в сердце обнял его. Комментарий Шилапаупады... Известно немало случаев, когда человек, нанесший оскорбление лотосным стопам овощного поза, жалеет о содеянном. Так и в этом случае Индра, владыка Рая, который был столь могущественным, что находился в свите самого Господа Вишну, почувствовал, что нанес Махараджа Притху великое оскорбление, украл у него, предназначивая для заклания коня. Верховный Господь никогда не прощает тех, кто наносит оскорбление лотосным стопам Вишнаов. Запомнили? Верховный Господь никогда не прощает тех, кто наносит оскорбление лотосным стопам Вишнаов. Тому есть немало примеров. Так некогда великий мудрец Йог Дурва Самуния оскорбил Махараджу Амбаришу, но его, в конце концов, тоже пришлось пасть к лотосным стопам царя Амбариши. Индра хотел было склониться к лотосным стопам царя Притху, но царь, как истинный Вишнаов, был очень великодушным, потому не мог допустить этого. Он тут же подхватил Индру, обнял его, и оба они забыли о своей вражде. Царь Индра и Махараджа Притху были сердиты друг на друга, но оба они были Вишнаовами, слугами Господа Вишну, и поэтому обязаны были простить друг друга и прекратить вражду. Это замечательный пример духа сотрудничества, который царит в отношениях между Вишнавами. Поскольку в наши дни люди не являются Вишнавами, они постоянно враждуют друг с другом и умирают, так и не достигнув цели человеческой жизни. Вот почему так важно распространять в мире философию сознания Кришны. Люди, обладающие сознанием Кришны, даже если они иногда гневаются друг на друга или враждуют, способны без труда подавить себе гнев и помириться со своим соперником. Стоявший рядом с ними царь Индра устыдился своего поступка и полниц перед царем Притху, чтобы коснуться его лотосных стоп. Но Притху Махаранджа забыл о своем враждебном отношении к Индре, который украл у него жертвенного коня, с радостью в сердце обнял его. Притху Махаранджа Кто что запомнил из комментариев? не прощает кого те кто да оскорбил его преданных тех кто оскорбил самого Господа он их прощает еще кто что запомнил почему потому что они способны без труда сдерживать гнев еще более точно Шлабрупада пишет что нужно распространять сознание Кришны потому что те кто обладают сознанием Кришны даже если они гневаются друг на друга или враждуют способны подавить себе гнев то есть чтобы больше преданных да было чтобы было больше преданных ну вот основные моменты комментария Кришна Кришна очень серьезно воспринимает оскорбление которое наносится его преданному Шлабрупада приводит пример Дурвасы Муни он не понимал кто такие преданные поэтому он очень легко разгневался на Хараджу Амбаришу и решил убить его создал демона который должен был вроде бы испепелить Хараджу Амбаришу и тот даже не шелохнулся просто принял как само собой разумеющийся ну если Господь хочет пусть так и будет но Господь этого не хотел поэтому поэтому ничего не получилось вместо этого Дурвасы Муни пришлось удирать от Сударшина чакры и он пытался найти прибежище у различных полубогов он обращался к Господу Брахме тот сказал я ничем не могу тебе помочь против Сударшина чакры потом он обратился к Господу Шиве Господь Шива сказал тут тоже такая ситуация ничем не могу помочь он обратился к Господу Вишну и Господь Вишну сказал я тоже ничем не могу помочь что ты оскорбила Махараджу Амбаришу, поэтому пока ты у него не попросишь прощения, никаких шансов нет. Потому что я нахожусь в сердцах моих предных. Садово Хридаям Твакам, Садунам Хридаям. Он сказал, я нахожусь в сердце моих предных, а мой предный, он в моем сердце. Поэтому ничем не могу помочь. Даже Господь Вишну не смог ему ничем помочь, пока он не попросил прощения. Очень серьезно, да, Господь воспринимает оскорбления, которые мы можем нанести предным, поэтому нужно быть очень почтительным в отношениях с предными. Иначе можно вот серьезную, серьезные проблемы себя создать, да, если мы будем оскорблять предных, пренебрегать. Поэтому есть Вишнавский этикет, даже если мы предны по каким-то признакам нам не нравится, что-то нам не понравилось, может у него уши большие там, или еще что-то, нос кривой, или еще что-то не понравилось, но есть Вишнавский этикет, то есть мы все равно выражаем почтение. Служение какое-то предлагаем, да, предному даже, если вот почему-то он нам не нравится. А иначе могут быть вот серьезные проблемы, то есть если он нам не нравится, и мы об этом ему говорим, и еще что-то делаем, не так, то могут быть серьезные проблемы. И здесь царь Индра, он серьезную проблему себе создал, он оскорбил Махараджу Притху, и он это понял в какой-то момент, вот когда он оказался уже рядом с Махараджей Притху, он это понял и упал к стопам Махараджи Притху, царь всех райских планет, Индра, поскольку он занимает очень возвышенное положение, то Махараджа Притху, он считал, что это непозволительно, и он просто обнял Индру, так они помирились, и Шалапрабхупада объясняет, что это природа предных, они, даже если они иногда гневаются, ругаются, но они легко потом могут помириться, потому что они могут контролировать гнев, гнев не не захватывает их сознание целиком, как это происходит в случае с тем, кто еще находится под влиянием гун материальной природы, гнев полностью захватывает сознание, человек уже ничего не понимает, это описывается в Бхагавадгите дьяято вишаян пумса сангас тешу паджаяты то есть созерцая объекты чувств дьяято человек развивает привязанность к ним, с привязанностью рождается вожделение, которое потом Кама Кротха Бхагавадгита потом переходит в гнев, гнев затмевает разум и когда разум потерян человек там деградирует поэтому очень опасно попадать под влияние гнева можно очень быстро деградировать особенно если мы при этом оскорбим предного поэтому Шалапрупада говорит нужно распространять сознание Кришны дать людям возможность избавиться от влияния гнева вожделения жадности зависти всех остальных врагов враги они находятся внутри нас поэтому очень часто мы попадаем под их влияние но если мы станем предными и не будем отчислять себя с этим телом и умом и с тем что порождено этим телом и умом то мы сможем контролировать побуждения которые будут возникать в нашем теле и уме и тогда у нас будет меньше проблем вызванных впоследствиями вот этих проявлений и Махараджа Притху такой яркий пример хотя Индра он серьезно в протяжении долгого времени оскорблял Махараджа Притху он очень легко простил Индру то есть предный он легко прощает не держит обиду гнев поэтому предный предному легче жить потому что тому кто держит эти обиды накапливает их гнев ему очень тяжело жить ну предный поскольку он ничего этого не держит то ему гораздо легче жить легко прощает поэтому это вот такой яркий пример Хараджа Притху яркий пример которого мы должны исследовать может быть есть какие-то вопросы можно что-то обсудить сегодня икадаши очень благоприятный день для того чтобы говорить о Кришне повторять имена Кришны как мы как мы сегодня икадашая прибежище святого имени господь не зашел в форме этого святого имени материальную вселенную подобно солнцу сияет святое имя на небосводе наших сердец рассеивая тьму невежества своими лучами пейте же чистый нектар святого имени Кришны и возрадуется душа Такура Бхактивинода во всех четырнадцати мирах нет иного сокровища кроме святого имени таково видение чистого предного он не видит другого сокровища мы видим много сокровищ нам много всего нужно в этом мире но чистый предный он никаких других сокровищ не видит только одно сокровище святое имя икадаши благоприятные день слушать о Кришне прославлять Кришну ну и так же можно проследить за своим духовным прогрессом то есть как идет наше продвижение если оно идет недостаточно хорошо продвижение в духовной жизни то можно проанализировать в чем проблемы и наметить план на следующие две недели до следующего икадаши что я буду делать для того чтобы продвигаться духовно что я могу для этого сделать потому что если мы делаем один шаг навстречу Кришне Шалапрабхада говорил Кришна делает навстречу нам десять шагов наши шаги они очень маленькие сколько у нас шаг 20 сантиметров но у Кришны у него шаги очень большие может двумя шагами всю вселенную в образе Ваманадевы он всю вселенную перешагнул сделав два шага поэтому если мы делаем один шаг навстречу Кришне то Кришна делает десять шагов и мы очень быстро начинаем приближаться Кришне за счет этого поэтому нужно регулярно смотреть вот делаю я шаги навстречу Кришне или не делаю чтобы эта встреча она когда-то состоялась и Кадаши вот такой замечательный день если в другие дни мы были заняты чем-то другим то в этот день мы можем больше времени посвятить духовной практике чтобы сделать еще один шаг навстречу Кришне и наметить план какие шаги я буду делать дальше чтобы продвигаться духовно какие есть вопросы Харе Кришна спасибо за замечательную лекцию вот вы сказали что чисто преданно только одно сокровище это святое имя но это же появляется внутри личности то есть откуда берется это внутреннее устремление это не просто какие-то выполнения внешних обязанностей то есть меняется как-то сердце в процессе чего и как оно меняется почему появляется понимание только единственного сокровища мы встречаемся с личностью для которой святое имя преданное служение является единственным сокровищем встречаемся с такими личностями и это очень вдохновляет это очень вдохновляет чтобы тоже постепенно оставить все остальное что мы считали сокровищем потому что так-то у нас много много разных вещей когда мы начинаем читать джапу сразу много разных мыслей всплывает потому что у нас много вещей которых мы считаем ценными можете вот понаблюдать о чем вы думаете во время джапы это значит вот ваши ценности в данный момент то есть то что для нас является ценностью мы об этом думаем если для нас ценность наше тело мы постоянно думаем об этом теле вот как его уберечь чтобы оно не болело чтобы его хорошо накормили это тело еще чтобы его одели красиво то есть мы думаем об этом если это для нас представляет большую ценность еще что-то может деньги для нас могут представлять ценность мы думаем как же сработать деньги автомобиль может для нас ценность представлять и мы думаем как бы чтобы его не разбили Ну и то есть у нас много разных ценностей Может быть Когда мы начинаем читать шапу Сразу у нас мысли Направляются туда Что мы считаем ценностью Но у чистого преданного У него одна ценность Святое имя Поэтому он Когда повторяет святое имя Он не думает ни о чем другом Это имя моего возлюбленного Господа Он очень любит Кришну Поэтому ему очень нравится повторять имена Кришны Потому что Кришна Очень счастлив когда слышит Что кто-то произносит Его имя Нам нравится Когда Кто-то обращается к нам По имени Сергей Пожалуйста Нам нравится Когда нас по имени Называют Нам не нравится Когда говорят Эй ты Нравится Потому что Это заложено В нашей природе То есть Кришне тоже нравится Когда его по имени зовут Кришна Ему очень нравится У него есть Имена По которым его зовут Во Вриндаме Да Там Канай То есть Его близкие друзья Они как-то проще С ним обращаются То есть Там у него есть Такое Домашнее Имя Но Кришна Это его официальное Имя Повторяем Харе Кришна Махамантру Официальное То есть Как нужно официально Обращаться Кришне Ему это нравится Даже Когда мы Официально К нему Обращаемся И постепенно По мере того Как мы повторяем Святые имена Мы постепенно Начинаем Осознавать Что все остальное Не представляет Себя Ценности То есть Кришна Постепенно Дает нам Понять Что все это Временно Как здесь Господь читания Говорит Да Что Все временно В этом мире Исполнено Страданий Редкий дар Человеческое тело Дается для того Чтобы это осознать И посвятить себя Предному служению И по мере того Как мы Углубляемся В своей практике Предного служения Начинаем Осознавать Что Все здесь Временно Не представляет Большой ценности Не стоит К этому Привязываться И Больше всего Вдохновляет Пример тех Предных Которые уже Это Осознали То есть У них Нету Привязанности К временным Вещам Этого мира Они Их Используют Для служения Кришне То есть Они их Не выбрасывают Они Используют Для служения Кришне Если Сами Не могут Использовать То Отдают Предным Например У меня Был один Друг Замечательный Предный Он уже Давно Оставил Этот Мир Еще В Девяносто Седьмом Году Он Был Первым Миллионером В Крыму Все Перепробовал Ничего Не сделал Его Счастливым И Встретился С предными Ну И он Не знал Как сам Все это Использовать Поэтому Все отдал Предным У него КамАЗ был Он отдал Предным Они Лет пятнадцать Его переоборудовали Как Дом на колесах И лет пятнадцать Путешествовали Книги Распространяли Там Большими Группами По Десять Пятнадцать Человек Прям В этом КамАЗе Жили Еще у него Была Копейка Но Копейку Он знал Как Использоваться Он сам Сел за руль Приехал В Москву И Здесь Возил Предных На Сан-Киртану И на Пандовой Кадаши В девяносто седьмом Году Он во Вриндауне Оставил Тело Он понял Где ценность Что все остальное Оно временно Нужно Пока оно есть Нужно использовать Служение Кришне То есть это Постепенный Процесс Харри Кришна Спасибо за лекцию Я вот Помню историю Из Махабхараты Когда Браман Кшатри Вайша И Шудра Совершили Какое-то Преступление И Махарад Шьетхишткира Их Наказал Всех По-разному И В связи с этим Я хотел узнать Допустим Вот эти же Четыре Категории Людей Допустим Оскорбят Преданных То Кришна Их Накажет Тоже Каждого По-разному Или нет Это у Кришна Нужно спрашивать Как он Их Накажет Я не знаю Как он И будет Наказывать Ну Судя по этой Логике По справедливости Чем Чем Человека Выше Сознание Тем Спрос С него Больше Получается Да Чем Да Чем Более Высокое Положение Человек Занимает Тем С него Больше Спрашивается Пожалуйста Спасибо Хорошо Скажите Пожалуйста Вот В чем Суть Вы говорили Про ваш Наскетикет В чем Суть Общения С равными То есть Говорится Что со старшими Надо Старшим Своей реализацией Говорить А равным Надо ли Своей реализацией Говорить И на чем Основана Эта дружба Что делать С равными Да Еще Простите Еще Как Понять Что это Равный Как понять Что можно Вот Чем-то делиться О чем-то Говорить Есть Внешние Признаки Да То есть Если мы Вместе Присоединились В одно Время К этому Движению И есть Какие-то Внутренние Признаки Да Что у Человека Появляется Такой же Вкус Как у Нас К предному Служению К воспеванию Святых Имен Мы Это Замечаем Да Что Человек Серьезно Относится К предному Служению И Мы Пробуем С ним Делиться Если На практике Оказывается Действительно Что Его Интересует То же Что и Нас То Мы Можем Подружиться Например Меня И Его Интересует Распространение Книг Шилы Прабхупады Мы Можем Подружиться Вместе Распространять Книги Вместе Совершенствоваться В этом Процессе Или Меня И Его Интересует Воспевание Святых Имен И Мы Хотим Совершенствоваться В этом Процессе Мы Можем Подружиться И Делиться Что Мне Помогает Что Мне Мешает Нужны Очень Хорошие Друзья Сознания Кришны Для того Чтобы Мы Могли Продвигаться Духовно Потому что Невозможно Жить Без друзей Долгое Время Если У нас Не будет Друзей В сознании Кришны Мы будем Искать Где-то В другом Месте Мы Можем Уйти Из Сознания Кришны Поэтому Есть Шесть Видов Любовного Обмена Между Предными Дадати Прати Грих Нати Кухья Макхиати Причати Бунте Буджая Течева Шад Видга Прити Лакшина Прити Лакшина Обмениваемся Прити Прити Значит Любовные Отношения И в чем Это выражается Мы Дарим Подарки Предным Если Предные Хотят нам Что-то Подарить То мы Тоже Не говорим Зачем Мне Нужно Мы Тоже Принимаем Это Любовный Обмен Даже Если Они Пытаются Нам Подарить Что-то Что Нам Не Совсем Нужно Если Это Соответствует Четырем Регулирующим Принципам Мы Можем Это Принять Даже Несмотря На то Что Может Быть Нам Это Не Нужно Предный От чистого Сердца Хочет Что-то Подарить Как Например Неранжин Свами Он Иногда Привозит Большой Мешок С носками Ему В каждом Храме 5-6 Человек Хотят Подарить Носки Ну И Отказываться Неудобно Человек От всего Сердца Хочет Сделать Подарок Поэтому Он Привозит Потом Этот мешок Вашим Брамачарь Раздает Вот Дарить Подарки Принимать Подарки Угощать Просадом Принимать Просад И Вот Важный Момент Да Говорить О сокровенном И Получать Наставления То есть Если кто-то Может нам Помочь Продвигаться Духовно Мы можем Обратиться К этой Личности Открыть Своё Сердце Или Если Это Близкий Друг У которого У нас Сходные Интересы У которого Сходные Мысли Он тоже Хочет Продвигаться Духовно Можем Тоже Беседовать На Сокровенные Темы То есть Если он Нас Может Понять И мы Его Можем Понять Дружба Она Должна Быть Основана На Духовном Продвижении Что мы Хотим Помогать Друг Другу Продвигаться Духовно Она Не Должна Быть Основана На Том Что мы Друг Друга Прославляем Ох Какой Ты Хороший А Ты Ещё Лучше Шил Баксиданс Рассвати Такур Говорил Что Друг Это Тот Кто Может Нас Взять За Руку И Сказать Ты Не Туда Идёшь Можешь Деградировать Может Нас Вовремя Остановить Поругать Если Это Необходимо То есть Дружба Это Не значит Что мы Ходим И Друг Друга Прославляем Что Ты Чистый Преод Нет Ты Чистый Она Не Должна Быть Основана На Лесте Тогда Мы Сможем Продвигаться Духовно Маленький Дополнительный Вопрос Если Мы В одном Проекте Делаем Одно и Тоже Служение Но Пришли Сознания Кришны В разное Время Например У кого-то Есть Инициация У кого-то Нет Инициации Там Тоже Возникает Какая-то Дружба И Как Это Правильно С этим Обращаться Да Дружба Она Может быть Со старшими Она Может быть С младшими С равными Просто В этих Отношениях Мы По-разному Будем То есть С младшим Мы Какие-то Вещи Не можем Говорить Чтобы он Не потерял Веру Если у нас Какие-то Сложности Мы не будем Приходить К младшему И говорить Что вот Такие вот Сложности Он может подумать Ну если у него Такие сложности Куда Мне И уйдет То есть Какие-то Вещи Мы не будем Говорить В таких То есть Если у нас Дружба С младшими Если дружба С старшими Да Мы можем Говорить О каких-то Сложностях Просить Помощи Но Не можем Себя То есть Вести Так же Как с равными Да То есть Это по-разному Будет выглядеть Дружба Возможно Да На всех Уровнях Да Во вторник Самая большая В Искуте Участвуют Около миллиона Человек Джаканадха Пури Поменьше В других Местах И Как мы Отмечаем Дни явления Ухода Великих Ачарьев Мы можем Поститься Для того Чтобы Получить Их Милость Можем Слушать Рассказы Об этих Святых Личностях Медитировать В течение Всего дня На Их Удивительные Качества Когда мы Медитируем На качества Святых Личностей Эти качества Они тоже Начинают Проникать В наше Сердце Можем Распространить Книги Для их Удовольствия Шилобактинот Такур Он был Пионером Распространения Книг Он первый Начал Массовое Издание Книг И Распространение Книг И Его Наставления Шилебаксиданс Распространение Одно Прерывно Повторял Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе Рама Харе Рама 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 Харе Ты Ты не должен Пренебрегать Ты не должен Пренебрегать Проповедю Самое Лучшее Служение Навадви Подхаме Это Издание И Распространение Книг Прославляющих Кришну Прославляющих Святую Дхаму Самое Лучшее Служение Навадви Подхаме Это Издавать И Распространять Книги Также Ты должен Возродить Навадви Парикраму Потому что Совершение Этой Парикрамы Освободит Весь Мир Еще Несколько Важных Наставлений Он там Написал Я полностью Не помню Это письмо То есть Пахтинот Такур Придавал Огромное Значение Изданию Распространению Трансцендентных Книг Описывающих Предное Служение Он Ему удалось Разыскать Читание Чаритамрита Он Долгое Время Не мог Найти Он Он искал Чистое Предное Служение И Вначале Его Привлекло Христианство Потому что Те Секты Которые Остались От движения Господа Читания Они Настолько Исказили Чистое Предное Служение Что это Вообще Не привлекало Пахтинот Такура И Он Вначале Начал Практиковать Христианство Потому что Там Он Увидел Тоже Чистое Предное Служение Но В какой-то Момент Он Прочитал Биографию Господа Читания Это Была Краткая Биография Его Очень Заинтересовало Он Решил Найти Читание Чаритамриту И Несколько Лет Ему Потребовалось Чтобы Просто Найти Рукопись Читания Чаритамриты И Он Несколько Раз Ее Перечитал Потому что Много Вещей Было Вначале Непонятно Настолько Все Было Искажено В то Время Что Он Даже Не Мог Понять Почему Господь Читания Прославляет Кришну Как Верховную Личность Бога Настолько Все Было Искажено Что Было Непонятно Кто Верховная Личность Бога Ему Пришлось По-моему Три Раза Перечитать Читание Чаритамриту С Такой Глубокой Медитацией Потом Он Все Понял И Начал Разворачивать Широкую Проповедь Издавать Книги В первую очередь Он Шимат Багаватом Издал Поскольку Господь Читания В своей проповеди Все время Подчеркивал Шимат Багаватом Он первым Издал Шимат Багаватом И потом Постепенно Начал Издавать Другие Книги Поэтому Это То Что Очень Радует Бхакти Нот Такура Ну И Здесь В этом Бхаджане Он Поет Что Его Очень Радует Возрадуется Душа Такура Бхакти Нота Если Мы Будем Пить Чистый Нектар Святого Имени Кришны Ну И В понедельник День Ухода Бхакти Нот Такура Можно Проститься Молиться Можно Распространять Книги Есть Еще Вопрос Есть Вопрос В интернете Давайте Последний Вопрос Дорогой Махараж Вопрос Бхакта Руслана Дорогой Махараж Как преодолеть Свои материальные Желания И развить Вкус К духовной Жизни Спасибо Чей Вопрос Бхакта Руслан Гусейнов По моему Фамилия По английски Написано Руслан Гусейнов Он помогал Нам Распространять Книги В Калининграде Похоже Трансляцию Смотрите Из Калининграда Там у нас был Удивительный Марафон В Калининграде Ездили по всей Калининградской Области Там Лет 10 Никто книги Не распространял Поэтому книги Улетали С большой Скоростью Ну и предные У нас там Много книг Покупали На воскресные Программы Приходила Одна женщина С такой Шикарной Прической И покупала По 50 По стокник Я заинтересовался Куда она их Девает Оказалось Что она Парикмахер У нее Много Клиентов Ну еще У нее Диплом По ведической Астрологии Она его Повесила На зеркало Ну и когда Она там Делает Эти прически И Люди Читают Что у нее Еще Есть диплом По астрологии Просят Гороскоп Составить Ну и она Стоимость Гороскопа Включает Бхагавадгиты И там Другие Книги Вот Поэтому Она Первое место Там За марафон Заняла В Калининграде То есть Можно Книги Распространять Не отходя От рабочего места Включать В стоимость Услуг И как же нам Преодолеть Материальное Желание Продвигаться Духовно Такой вопрос Нам прислал Руслан Гусейнов Для этого Нужно Погрузиться Материальные Желания Они никуда Не деваются Они есть Но Они становятся Незначительными Когда у нас Появляется Духовный Вкус Благодаря Общению С предными У нас Появляются Другие Желания И эти Желания Уходят На второй План А если У нас Очень Интенсивное Общение С предными В процессе Предного Служения То Мы Забываем Про эти Желания И если Наша Практика Достаточно Интенсивная То На уровне Уже Анартха Неврити Эти Материальные Анартхи Эти Нежелательные Вещи Они Массовым Образом Уничтожаются 75% Уничтожаются На уровне Анартха Неврити Наступает Такое Серьезное Облегчение То есть Когда Груз Такой Большой Груз Сбрасываете Такое Серьезное Облегчение Это уже Называется Нижтха Когда Этот груз Уже Нас Не давит И Предное Служение Становится Таким Стабильным Становится Все равно Еще Остаются Анартхи Но Они Просто Уже Не имеют Такого Влияния Потому Что На следующей Стадии Появляется Сильный Вкус И Привязанность К предному Служению Еще нет Привязанности К Кришне Но Есть Привязанность К предному Служению На уровне Ручи Появляется Привязанность К предному Служению Ну а Сейчас Пока Вот Эти Желания Они Все Еще Сильно Влияют На нас Иногда Должны Находить Прибежище Общества Предных Общества Предных Начинаем Замечать Что Эти Желания Они Не представляют Ценности Да Как Здесь Говорится Что Это Не является Нашей Ценностью Ну есть Они Ну уже Они Не представляют Такой Ценности Для нас У нас Другие Ценности Появляются Поэтому Нужно Общаться Да С теми У кого Уже Есть Духовные Ценности Вечные Ценности И Постепенно Они Тоже Станут Нашими Ценностями Другие Вещи Уже Не будут Иметь Такой Ценности То есть Когда У вас Есть Сто Долларов То Один Рубль Для вас Уже Такой Большой Ценности Не Представляет Точно Так же Когда Есть Духовные Ценности Материальные Ценности Уже Становятся Очень Незначительными Что Наверное На этом Остановимся Да Уже Время Вечное Время Подошло К концу Всем Да Время Нашей лекции Подошло К концу Вечное Время Оно Не Кончается Но У нас Есть Время Для Того Чтобы Сегодня Сделать Какое То Служение Для Джаганадхи Бладева И Субандры Повторять Святые Имена Служить Замечательный День Икадаши И наметить План Как же Мы будем Продвигаться Духовно До Следующего Икадаши Продвигаться Грандараши Мадбхагватам Ки Ча Ши Джагнад Бладев Субандра Ки Экадаши Врата Ки Шилаправпад Ки Ча Нитай Гор Приманды Благодарю Благодарю Благодарю